В ближайшее время я являюсь преподавателем общественного университета, общественной организации Международная научная школа универсологии. Я ведущая автор философско-психологического клуба «Пифагор». Отновременно являюсь на субтантах по сложным семейным, нежличностным отношениям и другим вопросам, которые не дают человеку возможности радоваться жизни, спокойно добиваться своих результатов и ставить цели, которые им по силам и которые ведут в будущее. До работы психологом я была частным предпринимателем. Почти 14 лет занималась продажей женской одежды. С самого детства я остро воспринимала какие-то активности в человеческих отношениях, тонкости, взаимовлияния, какие-то переживания остро чувствовала. И, естественно, хотела найти ответ на многие жизненные вопросы. Почему происходит так? Почему у одного складывается судьба определенным образом? Хорошо, счастливо, у другого не очень. Хотя вроде бы все начинают в одинаковых условиях. И вот этот поиск ответа, как устроен мир, как научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром, привел меня на дорогу исследования себя, поиск чтения большого количества философской, исторической, духовной литературы, где я по крупицам собирала вот эти знания о мире, о человеке, ну и применяла в своих очень важных событиях в моей жизни. Именно в том, что я стала глубоко заниматься психологией, была болезнь моего ребенка. Потому что смотреть, как страдает маленький человечек, которого ты любишь, ну это было нестерпимо больно. И опять какой-то внутренний всплеск души, от чего, почему и что надо делать, как бы был последний каплей, который вот направил все мои силы на поиск этого ответа, и я этот ответ получила. Я очень хорошо помню такой очень тяжелый момент в моей жизни, когда я долго не могла заснуть вечером, и было состояние полного отчаяния и безвыходности, когда болеет ребенок, когда рассталась с мужем, любимым человеком, в котором ощущала поддержку, опору, когда нету твердого дела своего, ну работы такой уверенной, обеспеченной, гарантированной, когда пожилые родители, когда очень больной брат, и когда вот это вот все вместе сошлось, и полный тупик, и безвыходность, и отчаяние от того, что ты не знаешь, что делать, и как быть. Это, конечно, очень было большим стимулом прорваться. И что это настолько ценно и важно, видеть и радость в глазах людей, видеть и понимать, что у него настали изменения к лучшему, получать слова благодарности, что, ну, само собой возникло желание поделиться этими знаниями с людьми, так возник клуб. Просто я сказала, ну, большому количеству людей, что вот есть определенное время и место, и вы можете не звонить мне по отдельности, не задавать какие-то вопросы, а посредством курса можете все знания у себя упорядочить, и сразу же получать результаты в своей жизни. Потом по материалам клуба написала книгу, потому что книга — это вообще очень удобный способ поделиться над большим количеством людей своим опытом, своими знаниями, ну, и так далее. В результате того, что в моей жизни начались позитивные изменения, мои окружающие друзья, знакомые это сразу же заметили, и стали часто обращаться ко мне с вопросами, просьбами, рекомендациями и так далее. Я очень искренне этим делилась, но в какой-то момент поняла, что этот процесс можно сделать более эффективный, и создала такую форму общения, как курс. Туда уже приходили там вот 17 человек и меньше, и я не только давала знания, но у нас было очень живое общение, где каждый открывался, рассказывал о своих проблемах, люди делились между собой, и возникла очень удобная форма взаимоподдержки, познания и применения вот этого опыта и знаний в жизни. В дальнейшем я написала по материалам Куба книгу, где вообще обобщила опыт ведения Куба четырёх летний, потому что посредством книги можно ещё больше оказать влияние на людей и тем самым помочь им. Вот главное для чего, в чём суть моей деятельности, это помочь людям познать причины своих проблем и изменить их к лучшему. На самом деле всё достаточно просто. Важно это понять. Понимая, что современный мир — это огромное количество всевозможных новейших технологий через интернет, НЛП-практики и так далее, что позволяет сделать процесс донесения своего опыта, своего продукта, своей информации до потребителя. И этот опыт надо обязательно учитывать. Но человеку одному вот это всё переработать и применить в жизни достаточно трудно. Всей жизни не хватит, потому что сейчас время с одной стороны синтеза, а с другой — узкой специализации. Тем более, когда я стала думать о том, как сделать процесс реализации моих знаний на практике более эффективным, я огромное величество методик исследовала, где предлагалось общение через интернет посредством сухих каких-то писем, рекомендаций. И уже готова была заплатить деньги, купить такой курс. В последний момент меня что-то остановило, и я поняла, что мне очень важно общение с профессионалом, который точечно, знаете, как нейрохирург, может указать, где исправить, что подправить, кто направит в нужное русло. То есть со стороны своего опыта, глубины своего опыта в этом вопросе, может очень быстро сделать процесс получения результата эффективно. Гонтирует тот принцип, что если есть какая-то идея, желание, надо, во-первых, её сформулировать, а потом расслабиться. И ответ обязательно придёт. Вот так я сформулировав запрос, что я очень хочу познакомиться со специалистом, который быстро, эффективно поможет мне в моей задаче, когда моё подсознание стало подсказывать возможные варианты. Сначала я посмотрела её сайт. Он, конечно, меня поразил. Настолько всё было глубоко, профессионально, внушительно и впечатляюще. Потом немалую роль сыграли, конечно, внешние данные. Молодая, красивая девушка, успешная. И, ну, как-то это очень соответствует духу нашего времени. Вот, когда я познакомилась с Машей, мне тоже было очень приятно видеть её доброжелательность, раскованность, простолу, но в то же время чёткость, профессионализм, конкретику. Вот умение и поддержать, с одной стороны, и, с другой стороны, задать темп изменений, темп достижения результата. И всё это вот два в одном. С одной стороны, настойчиво, твёрдо, а с другой, мягко, по-женски поддерживающе. В процессе нашей работы я освоила такие понятия, как создание уникального торгового предложения. Это умение понять потребности человека и очень в лаконичной форме их сформулировать. То есть вот это умение электронно работать со словом, оттачивать каждое предложение так, чтобы оно попало в цель и достигло своего результата. Я научилась давать интервью, получать обратную связь. Я реально превратилась в писателя, который легко и просто выражает свои мысли, но при этом, конечно, постоянно учусь, училась, учусь. Очень красиво, ёмко, лаконично и глубоко, образно, топорично излагать идею, обвлекая её, с одной стороны, в понятную форму, а с другой, где-то интригуешь. Мне вообще каждое задание, конечно, очень расширяет куртасуру на твой продукт, твой товар, на рынок, на востребованность. Благодаря машинным заданиям я научилась понимать, кто мне конкурент, их слабые и сильные стороны, как я могу этим воспользоваться. Опять же, работа нацеливает на постоянное достижение промежуточных результатов, умение работать с людьми, искать новые формы, оставлять то, что не тормозит, находить новые формы сотрудничества. Маша задаёт такой темп напряжённый. С одной стороны, это и вдохновляет очень, и не даёт расслабиться. Были, конечно, моменты, когда просто я входила в тупик, особенно, что касается работы с сайтом, с работой в интернете. Все эти компьютерные дела, в которых я достаточно слаба. И спасибо, Маша, виртуозно, очень быстро это всё управляет. Все удивляются, как можно всё это помнить, всё это уметь, и моментально это всё реализовывать. Просто восхищена. Мы очень глубоким пониманием, то, что товара производится много хорошего. Очень важно качественно его подать, преподнести в удобной форме, тем, чтобы человек сам принял решение о том, что ему надо втюхивать его, ему этот товар всевозможными способами, а создать условия для очень мягкого выбора человека, этого товара, этого производителя. Вот в этом как раз-таки гениальность всех методик, консультантов, которые помогают производителю какой-то продукции, услугу, вот этот товар, как можно сказать, оформить красивую покупку и в очень удобной форме предложить. Моя жизнь вообще одна сплошная череда супернеординарных, нетрадиционных век. Вот у меня, как я говорю, нет выбора. Когда у меня спрашивают, типа не боишься, то я говорю, у меня нет выбора. У меня просто всегда позиция вперёд на успех и то, что всё получится. Чистые знакомые, они привыкли к тому, что я всегда иду своим путём, каким-то неординарным, и этот путь приводит меня всегда к успеху, чтобы я не начинала. То есть, если что-то не получается, я долго не грущу, не впадаю в ины, не остаюсь, начинаю делать что-то новое. Поэтому, как родители меня поддерживали всегда и поддерживают сейчас, так и все мои близкие узнают о моём новом лечении, методе. И все с большим интересом наблюдают, расспрашивают, даже тоже уже готовы повторить. В настоящий момент, благодаря нашему сотрудничеству с Машей, у меня есть сайт, у меня есть готовая система, оформленная система тех продуктов, которыми я могу поделиться с людьми. То есть, такая очень понятная система до ведения моего опыта, моих знаний до потребителя. Я знаю, передаю им, они получают результат. Очень важно этот процесс делать системным, удобным, понятным и эффективным. Вот на настоящий момент определенную черту мы прошли, огромная работа сделана, я очень удовлетворена этой работой и вижу перспективы на таком этапе, когда очень важно вот этот уже продукт созданный непосредственно донести до потребителя через все возможные формы. И тут опять нет времени успокоиться, где-то спрятаться, разнежиться. То есть, постоянная работа, постоянная реклама, презентации. Ну, это и есть жизнь. Я хочу сказать, что самый лучший способ обработан над собой, это взять какое-то дело и его делать. Ну, хорошо, если это будет в плане какой-то программы, где четко определены сроки, время, где за это заплачены деньги. То есть, тут уже выбора нет. Отступить, не отступить, делать, не делать. Просто берешь и делаешь. И это очень сильно развивает. На своем примере я убедилась, что помощь профессионала – это очень важно. Как если вы покупаете хорошее лекарство, обращаетесь к хорошему хирургу, если надо сделать операцию, ищите классного преподавателя для своего ребенка. Но это все равно не поможет, если вы не будете выкладывать огромной силы личной, свой энтузиазм, веру. То есть, в данном случае очень важно соотнести эти две позиции – помощь профессионала и вашу уверенность, энергию, оптимизм и каждодневную силу. Дорогие друзья, я от души желаю вам успеха на вашем жизненном пути, хороших верных друзей, умных помощников и веры в свои силы. Берите и делайте то, что вам интересно, то, что вас радует и то, что будет полезно людям. И все у вас получится.